Поэзия вечно, кино неотвратимо. Состоялась онлайн-трансляция церемонии подведения итогов 4-го международного фестиваля «Видеостихия». Его инициатором стало объединение городских библиотек. Через новые формы его представители пытаются пробудить у молодежи интерес к литературе. И именно фестиваль видеопоэзии стал самым успешным проектом этого направления, поскольку география его участников ежегодно растет. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в этом уютном зале по одному весьма долгожданному поводу. Мы начинаем «Видеостихию». Очередной локдаун вновь перенес церемонию награждения в режим онлайн, отчего участники фестиваля только выиграли. Ведь география присланных работ настолько расширилась, что в этот раз к экранам смартфонов и компьютеров прильнули жители не только России и страны СНГ, но и Германии, Канады и даже Китая. Жанр видеопоэзии состоялся. Мы уже присутствуем не при зарождении, как когда-то говорили, а при том, что этот жанр есть. Поэзия на визуальном таком видеоряде. А теперь, через какое-то время, это, наверное, будет уже изучать как история кино. Вот как состоялся, как развивался этот жанр. То есть мы присутствуем с вами в уникальный момент. Авторами идеи стали сотрудники Объединения городских библиотек Наталья Карпичева и Игорь Гончаров. Именно они и задали высокую планку фестивалю, у которого в этом году появились единомышленники на Алтае. Там организовали свою лабораторию видеопоэзии. Которая второй год уже практически регулярно проводится молодежным центром кинематографистов Алтая. И очень много хороших таких качественных работ именно по творчеству Роберта Рождественского было прислано оттуда. И они очень укрепили нашу номинацию «Классика жанра» и, может быть, даже создали такую серьезную конкурентную борьбу. За месяц мы знали, что он обречен. Ты помнишь, как плакал в пустом кабинете хирург? Какой человек умирает! Какой человек! «Классика жанра», «Современная поэзия», «Поэзия Урала», «Маяковский сегодня», «Русский авангард», «Санет жив». Участникам было что сказать в каждой конкурсной номинации. В этом году организаторы получили около 400 поэтических фильмов. Большинство из них впечатлило, наглядно показав, что этому жанру есть куда развиваться. Однако были выявлены и негативные тенденции. Всегда очень жалко, когда видишь какую-то профессионально выполненную фактически киноработу с игрой актеров, с поставленными шикарными декорациями, с массовкой. В общем, настоящий фильм, но, скажем, качество стихов, это касается особенно номинации «Современная поэзия», ну, скажем, оставляет желать лучшего. Справедливо полагая, что в видеопоэзии поэтическое слово должно быть ведущей скрипкой, организаторы при определении победителей сделали акцент именно на этом. В результате главные призы в шести номинациях ушли в Мценск и в Патторию, Москву и Санкт-Петербург. А обладателем Гран-при и сертификата на сумму 25 тысяч рублей стал Барнаулец Михаил Мясников, награжденный за киноосмысление знаменитой пули Рождественского. Также из лучших работ был составлен шорт-лист, который вскоре будет представлен широкому зрителю. Татьяна Артеменко, Денис Иванов, телекомпания ТВН.